здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале портбокс это первое видео в 2020 году в январе выпусков не было и я отчитаюсь что же я все это время делал как вы помните год мы закончили выходом видео про смазывающие свойства дизельного топлива и у меня был план такой за это время найти лабораторию в которой можно было бы провести исследование дизельного топлива который у нас на заправках и сравнить то что в паспорте с тем что есть на самом деле я потратил довольно много времени на поиск лабораторий те которых я обзвонил к сожалению не смогли провести тест на определение смазывающей способности дизельного топлива если в ваших краях где-то есть такая лаборатория которая может провести такой тест пожалуйста напишите в комментарии буду очень благодарен но я не нашел и тогда я подумал что может быть мы как-то можем сами повторить этот тест как-то сделать потому что ну в принципе что сложного шарик двигается по металлической пластинке стирается появляется пятно износа нам всего лишь надо его измерить и дело в шляпе и в общем решила собрать модель которая бы имитировала этот стенд по определению смазывающей способности дизельного топлива в общем кулибин еще тот значит что получилось на данный момент я покажу вам частично вот такая штанга сюда зажимается шарик сюда вешается груз наконец 200 грамм вот и вот так вот вся эта штука вот так вот она совершает вот такие вот движения но конечно не болтается я хотел посмотреть какая будет вибрация будет она болтаться не болтаться в общем насколько это все трудно оказалось действительно непростая задача потому что вот это вот штанга она должна двигаться ровно вот так они вот так вот если ее двигает какой-нибудь мотор да и она не должна поворачиваться вот так потому что в таком случае пятно износа а пятно износ у нас как вы помните там 400 микрон поэтому даже небольшое движение сделает это пятно износа ну вообще не такое как надо на своей модели мне удалось получить правильное пятно износа плоская но некоторые параметры у модели не такие как надо по по стандарту движение шарика должна быть амплитуда 1 миллиметр у меня где-то получилось 4 и частота там 3000 движений в минуту у меня получилось где-то меньше в общем там полторы тысячи что ли надо научиться измерять эту частоту это еще та задача и надо отрегулировать ход что был один миллиметр хотя в принципе нам не надо стандартизировать и проверять какие-то официальные делать заключения мы это можем сделать вполне сами для себя зачем нам это надо во первых посмотреть какое топливо на заправках по факту я позвонил своему приятелю в чернигов чернигов он говорит что дима у нас тут насос и топливные мрут как мухи учитывая что у нас кустарщина значит все это будет естественно для внутреннего использования я надеюсь она покажет результаты соответственно мы можем посмотреть топлива то что топлива вроде на сети как какие у него свойства может она и нормальная во вторых мы сможем попроверять присадки которые для смазки продаются действуют они или не действуют в третьих наконец мы сами как вот вы просите да насчет двухтактного масла можем протестировать там лодочное масло для газонокосилок и не знаю в общем тут немного тоже у меня времени но заняло но шарик с правильным пятном износа я получил ну это еще не все задача номер два это пятно износа измерить то есть нам надо понимать она 450 микрон или 435 микрон понимаете какая точность должна быть поэтому я озадачился что мне нужен микроскоп и в принципе время от времени знаете раз в полгода всплывает необходимость что-то посмотреть а посмотреть него что и в общем я я потратил ребята но не знаю сколько времени на поиск этого микроскопа потому что я искал бы уж на я не хотел много денег туда вкладывать как говорится за небольшие деньги я хотел получить максимум а там понимаете эти объективы окуляры иммерсионные еще какие-то в общем я думаю что может быть будет уместным снять отдельный видос про микроскоп если вот вы хотите чтобы вы не тратили столько же время сколько я на поиск я вам все подробно объясню какое надо увеличение какие бывают объективы какие бывают микроскопы почему надо выбирать такой они другой если вот вы подумываете перед тем как купить дождитесь видео а вот это мое приобретение вот она это микроскоп лома белом не буду сейчас много про него рассказывать но ребята одного микроскопа мало во первых надо понимать какое надо увеличение я этого не понимал во вторых вот эта штука окуляр там должна быть измерительная шкала если там нет измерительной шкалы ничего вы измерить не сможете из 10 продавцов бы ушных окуляров только два знают что такое измерительная шкала но он у меня есть я его наконец приобрел там есть шкала я его почистил теперь она показывает хорошо но даже если у вас есть измерительная шкала вы все равно ничего не измеряйте потому что разные окуляры помноженные на разные объективы дают разное увеличение и эта шкала обозначает совершенно разные в каждом случае разные значения поэтому вам нужен вот такой вот объект микрометр вот покажу поближе это металлическая пластинка куда вставлена стеклышко на котором накорябана линеечка такая 10 микрон расстояние и вот вы смотрите через вашу шкалу на эту шкалу сравниваете и уже то дальше вы можете измерять в общем все у нас есть но внезапно возникла проблема этот микроскоп ну тот объектив который я купил дает сочетание с окуляром дает слишком большое увеличение в нашем случае он дает увеличение 280 крат он может давать 280 крат или 600 в зависимости от окуляров в общем в 280 крат пятно износа не умещается в поле зрения надо объектив чуть-чуть послабее я его уже заказал на следующей неделе приедет и тогда я сделаю снимочек и первый снимочек надеюсь вы уже его увидите а пока что отодвигаем это чудо в сторонку ой уже нет увеличения 600 крат я надеюсь что все у нас получится буду держать вас в курсе еще за это время где-то на рождественские праздники я побывал на кипре попала туда совершенно случайно ничего не планировал но так случилось и не особо я хотел туда ехать вообще-то потому что думал что в январе там делать особо нечего купаться нельзя думаю что я буду делать на том кипре но я еще ни разу за границей не брал машину в прокат а тут как бы не сезон и прокат машин недорогой где-то там 10 евро в сутки 15 евро в сутки вот такие цены и я думаю поскольку я еду там всего на 3-4 дня то думаю вот можно было бы попробовать научиться брать машину в прокат такая была цель но потом оказалось все гораздо интересней потому что на кипре левостороннее движение так как в англии а машины все с правым рулем но если правым рулем там народ не испугая что левостороннее движение хотя пишут там за 10 минут привыкаешь но я посмотрел видео я кстати искал видео в интернете где можно было бы так посмотреть ну чтобы мозги немножечко поняли куда им дальше смотреть надо иск и нормального видео не нашел нашел там пару видосов таких но не очень хороших вот и я вам скажу видосы нужны 10 минут в моем случае это не про меня я подумал что я наверное сделаю видео про этот кипр но не как там про достопримечательности просто для тех кто хочет поехать и хочет тоже взять машину в прокат не побоится этого а бояться в принципе не надо вы получите незабываемое ощущение это вот как вы первый раз выехали на машине вот такие вы получите ощущения то есть вы водитель со стажем там 10 лет 20 лет стажа но вы получите ощущение как будто первый раз это очень круто знание есть понимание вопроса есть но габаритов вы не чувствуете все рефлексы против вас как вот новичок который первый раз выехал на дорогу очень классно вот я думаю я сниму видео но не будет там с рассказами это будет просто дорога все эти повороты развязки кольца и там куда смотреть просто чтобы смотреть его и подготовиться к этому незабываемому опыту так получилось что я привез оттуда я оттуда приехал уже с умением ездить в левостороннем движении смысл туда ехать оказывается есть во первых как оказалось с огромным удивлением я живу в луцке западная украина кипр для меня сейчас это самое близкое море 7 часов от крыльца до крыльца сел на машину поехал во львов сел самолет три часа лету и вот тебя в аэропорту ждет человек с ключами и с машиной дальше катайся накатали мы где-то полтысячи километров за три дня во вторых по ценам долететь до кипра и обратно дешевле чем съездить на машине в одессу и обратно я удивился но так она есть кто-то знаете мне подсказывает я там не был когда тепло ну когда купаться можно но что-то мне подсказывает что будет там по прикольнее чем в одессе и там так знаете интересно там есть море там есть горы и всего этого кипра там не знаю сколько с края в край километров 200 может там чуть больше то есть и дороги хорошие все бензин стоит там евро с чем-то в общем есть смысл поездить очень красиво мне понравилось кухня местная кухня говорят вот надо покушать ягненка они там его умеют готовить были мы в горном ресторане название отдаю там ребята но это просто бомба то есть тебе тот ягненок блюдо одно где-то там 10 евро или 12 вино их вино ну понимаете вот ты чувствуешь культуру культура виноделия их него потому что у них это виноделие она там сотни лет и никто у них виноградники не вырубал никто их там никакие репрессии не устраивал они всю жизнь сделали они вот так научились уже делать это свое вино что там берешь обычное сухое вино и можешь его просто нюхать там полчаса потому что так она прикольно пахнет а цены там 3 евро ну 5 евро это уже такое подороже но одно из самых дорогих вин и это как бы визитная карточка кипра это командария командария это ликерное вино но сладкое но этот такой букет вот и вино выпил а потом у тебя то ли изюм там вкус изюма то ли еще чего-то ну в общем шикардос в возле нас был магазинчик там это командария стоило 10 евро средняя цена 15 евро где-то там в монастыре мы туда не доехали делают лучшую командарию и она там стоит это 12 евро но в duty free вот я себе прикупил вот в таких коробках можете покупать может быть лучше взять на пару евро дороже но такое чем на пару евро дешевле но она будет не то когда туда ехать ну я так думаю где-то до 15 мая начиная с апреля вот надо просто смотреть какая температура воды вот кстати сервис про погоды мне нравится интересной можете там и следить пока не начнется жара летом там говорят очень жарко местные оттуда уезжает куда-нибудь на лето а осенью мы встретили тоже наших земляков они говорят в прошлом году они были 18 ноября воздух 25 вода 25 прекрасно так что уважаемые наши подписчики коллеги автомобилисты если вы хотите незабываемых ощущений с левосторонним движением освоить этот вид транспорта дороге кипра значит где-то начиная я так думаю середины марта там начинается кипрская весна там все говорят чтоб просто цветет и пахнет вот можете вострить лыжи посмотрите видос как ездить с левосторонним движением научитесь и прилетел в аэропорт в ларнаку визеер прилетает вам ключики от машины дали вы бджинг поехали как красавчик откатались там сколько вы себе позволили приехали в аэропорт такси с аэропорта в город 20 евро сутки аренды 15 евро понимаете вот приехали ключики отдали руки пожали и домой ну а нам надо потихоньку включаться в работу делать эту машинку трения использовать микроскоп когда все объективы по приходят я его окончательно налажу почищу еще у меня лежит старый фильтр но который поменяли и там есть солярка и вот я хочу ту солярку посмотреть микроскоп на предмет какие там есть включения поскольку у нас есть шкала значит мы можем измерить вот знаете микронные фильтры до фильтр не должен пропускать загрязнения которые и вот мы посмотрим а какие там загрязнения плавают так сказать воочию убедимся ну и остальные темы про которые мы с вами говорили тоже будут потихонечку буду делать видео по мере возможности сейчас дни пошли такие довольно загруженные вот без выходных на этом друзья я заканчиваю нужны качественные запчасти обращайтесь заказывайте машинкам вашим бегать не ломаться лично вам всего самого хорошего